Слава Богу за это собрание, которое подарил нам Господь. Я всегда напоминаю так, потому что может прийти время, когда не будет таких собраний. И перед молитвой в конце нашего собрания я прочитаю слово пророка Иеремии из первой главы. Читаем одиннадцатый стих ниже. И было слово Господне ко мне, что видишь, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Дорогие друзья, все мы здесь находящиеся, наверное, редко кто есть, чтобы не проверял свое зрение. Нам старшим уже тоже очки проверяем зрение, и молодые, и в средних годах, и проверяем. Врачи зимние есть. Слух реже мы проверяем, когда уже чувствуем, не так верно слышим. Господь также проверяет верных своих, особенно посланников. Как видишь? Что видишь ты? Иеремия проверил. Иеремию сказал, что пророком для народа я поставил тебя. Он говорит им, я молод. Это не то, что ему там 15 лет. Наверное, 30 лет не было тогда. Иеремия, да и священники, да и, наверное, пророки восставали и поднимал Господь. Что ты видишь? Он увидел дерево. Какой род это дерево. Потом еще раз его проверил. Вот. И было слово Господне ко мне в другой раз. Что видишь ты? Я сказал, вижу поддуваемым ветром кипящий котел и лицо его со стороны с севера. И сказал мне, Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли. Как видишь? Увидел Иеремия и котел горащий. И увидел, что северный ветер дует поддуваемый. Ты верно видишь? И вопрос мне и к вам, дорогие сестры и братья, особенно тех, кого поставил Господь на страже на стенах Иерусалима. Как видишь? И что видишь? Мы и другие места местописания читаем, и в Ветском, и в Новом Завете, как видели. Они не замечали того. Как написано Исаии, пророку 21 глава с первых стихов. Простите, второе место. Ты много видел, но не замечал. Ухо было открыто, но не слышал. Глаза удержаны были. Дорогие друзья, в наше время особенно должно быть духовное зрение, дабы могли мы предупреждать врага, который приближается, лжеучение, которое тоже незаметно может прийти, и предупреждать народ. И всякое дело в Доме Божьем. Идет пророчество. Пророчие пусть рассуждают. А слово «рассуждать» с оригиналом греческого означает сомнение, чтобы было не доверять, проверять. Там пять значений. И можем принимать за чистую монету слово пророческое, даже возбуждаться духом, а оно неверное. Нужно проверять. И в другие места описания мы читаем. Бог дает своим избранным верное зрение. Ни раз напоминаем зато пророка, который предсказал Иерусалиму, что он будет царем. И братья знают. Уже от старости его глаза поникли. Наверное, лежит он в хижине своей. А царь посылает жену свою. Заболел сын. Он мне предсказал, что я буду царем. А теперь иди, переоденься. Подарок возьми в руку. Кувшинь йода, там лепешки. Иди к царю царю. А Господь, дающий зрение избранным своим, придет жена Иерамова. Шорох от платья услышал. Войди, жена Иерамова. Я грозный посланник к тебе. И начинает пророчествовать. Мы другими сочетаем Мисане. Все пророки знали в тех местах, что Илья вознесется над головою Илисея пророка. И в одно место заходит в другое, в третье. И подходят к Ему пророки и говорят, знаешь ли ты, что сегодня Господин ответил в головой, возникает Господь. И я знаю. И когда уже перешли, Иордан, проси у меня, что хочешь, и просит. Духа, который в тебе на мне добудет в войне, трудно, ты просишь. Когда увидишь, как я буду взяться, то будет тебе. И успел закричать ему. Увидел он. Коресница Израилева иконница Его. И мы, Твои беседа, читаем Писание. Господь наблюдает, как мы видим, проверяет. И верный Его, которые слышат голос Его, исполняют волю Его, сказано в пророке Иеремии, то есть Исаии, что будешь позади слышать голос. Вот путь, вот путь. Если ты уклонишься направо или уклонишься налево. Чудный Бог наш. Он дает зрение избранным своим. А есть в одном месте, я уже напоминал. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, вною посланный. Ты видишь многое, но не замечал. Уши были открыты, открыты, но не слышал. Вот самая большая опасность. Можно видеть и не замечать, и не принимать это к сердцу своему. Дорогие друзья. А вот еще есть одно место, пророк Исаии, 52 глава, там читаем 7-8 стих. Там сперва сказано, звездник, блаженные ноги, проповедников на горах, вестников Его. А потом ниже сказано «Голос сторожей твоих». Они и вестники, исполнители Слова Божьего. Они и сторожа одновременно. Голос сторожей твоих. Они возвысили голос, и все вместе рекуют. Ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сеон. видишь ли ты, брат, сестра, вестник Божий, что Господь грядущий возвращается в Сеон за церковью Своей. Почему они ликуют? Почему? Может быть, скорби на земле, тревоги, войны, замешательства, восстания. Как написано, восстание народ на народ, из царства на царство. Сегодня упоминалось, там кровь, братка, проливайся. Допущену Богу. А ты возвещай, скоро Господь придет. Скоро Господь придет. И вот, в Дом Завете Святаем, Фома говорит, когда говорил Иисус о исходе из этой земли, сказал, покажи нам Отца, разве ты не видишь или не знал, что я в Отце, видишь ли меня, видит Отца. Еще мы мечтаем местописание обличительное слово, которое написано Галатам. Братья, догадываются, что я буду читать. Третья глава с первых стихов. О, несмысленные Галаты, кто предстил вас не покараться истине, вас, у которой при глазами предочертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. К закону обратились, обрезание нужного, все, что закон требует. А он начинает их обличать. Поднес мысль. Кто предстил вас, чтобы не покараться, и пред глазами вашими, когда я проповедовал первый раз, вы слышали пред вами распятый Иисус Христос, как бы у вас, а пред вами предочертан. И он с них обличается. И мы, дорогие друзья, в настоящее время, когда читаешь откровения, сколько там рассказано, голос первого, там, первой главы я услышал, кто договорящий, когда я глянул, мы читаем, я пал пред ним, как мертвый. Он положил меня, деснился свою и сказал, не бойся, я первый и последний, я был мертв, если жив, и живой во веки веков. Тот, что видишь, запиши, к нам пришло слово, не предание, написанное слово. И мы его возвещаем, и мы читаем, и спасаемся. Много уже новых Библий издали в угоду своему лжеучению. И домоподобно учения различных есть. А он проверял также его Господь. Он видел, я вижу дела твои, всем рассказано, я видел дела твои и вижу. И вот поэтому в настоящее время прославим Господа, что милости от нас не отнял, что слово Божие возвещается, оно передается. И особенно будем ценить словом Божиим. Хорошо и пение, хорошо и стихотворение, но Слово Божие очень ценно и должны мы ценить им. И поэтому он в конце воскликнул, брат наш, я, я увидел новое небо и новую землю, где правда обитает. Поэтому додать Господь и живущим на этой земле знать наше Отечество на небесах, имя наше запхизнавки жизни Уанца. И мы спасенные за всем милости Божьи славим Его. А ты, дорогой друг друга, особенно юнош, где вы молодые, не играйте огнем, чуждым, не к ногам не туда, но горе себе. Слушайте Слово Господне, дабы вы были спасены и вместе радовались родителями своими. А мы в данный час за милостью Божьей, за это сужение склонимся и будем благодарить Ему. Аминь.